Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт, и Грогу, эти маленькие ушки вы тоже заметили, тоже здесь. Вышел третий сезон Мандалорца, первая серия, я уже её посмотрел, она шикарна, я смотрел и первый сезон, и второй сезон, и Боба Фетт смотрел. Офигенно, то есть там, ну, Мандалорец мне сразу зашёл, то есть если с Оби-Ваном было очень сложно, когда мы смотрели, тоже я делал разборы, и смотрели мы его точно так же, как и сериалы Марвел. Было сложновато уже под конец, с Мандалорцем, я думаю, такой ситуации не будет, потому что первые два сезона вообще пролетели для меня, хотя я смотрел, конечно, и Хан Гоингом, то есть я сел и смотрел. Это серии короткие, интересные, Грогу Милаха, Мандалорец классный, ну, я имею в виду Динджарин, и так далее, вот, ну, Педро Паскаль, конечно, его голос пронизывающий тебя, хотя сейчас он вообще на хайпе, ещё и The Last of Us выходит одновременно с Мандалорцем, он везде играет такого отца, ну, может сказать, отца, да. Короче, смотрим первую серию, потом небольшое мнение, разбора тут особого не будет, потому что и супер пасхалок особо нет. Как говорится, таков путь. Я помню, короче, как в каком-то или новостном выпуске, или где-то я в видосе сказал, под шлемом Мандалорца Педро Паскаль, типа, лицо Педро Паскаля. Мне писали, ты чё заспойлерил? Ты как? Зачем? Мы ещё не посмотрели, я думаю, чуваки, там с первой серии написано Педро Паскаль, он озвучивает, ну, то есть там, это было сильно, это было сильно. Ой, хорошо, прям. Опа, это мой шлем, что-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, надевать не буду сейчас. Вот он. Ну, кстати, ну, у меня видно, не знаю, чё там жаловался Педро Паскаль, что в шлеме не видно, нормально видно. Просто надо Чтоб тебя мастера делали Кстати, детский шлем Как-то так, дешевенько выглядит немножко У него какие-то слишком Слишком широкая эта штука Линза Повторяем, все повторяем Сейчас я надену шлем Больше не сниму никуда У них еще стяжка какая-то работает У него шлем выглядит Как такой слегка гоночный шлем Это как в специальном эпизоде Звездных войн Где там появился Боба Фетт Где он там на динозавре был На таком, на диплодоке Как же хорошо здесь выглядит Выглядят вообще визуальные эффекты Иерархия меняется У них гоупрошки такие на шлемах А, кстати, у них же вот Вот здесь эти антенны Там камера Вернулся Вот им Который Подарили корабль Суперскоростной Там гоночный Ай, мурашки от темы Конечно, тема офигенная Ты ухаживаешься Ты ухаживаешься Суперска Что-то плохое Ты сделал это Своей свободы Крит Учитывает нам Редемпшему Редемпшему Какой же у них имбалансный персонаж Грогу На него всегда смотришь И умиляешься А ему на камеру Надо будет записать Как он купается Его Грогу будет снимать Это запуск потоковой трансляции Мы сегодня с Грогу так делали Как у Диснея Получается Снимать Мандалорца Исключительно Визуально Так вот прям Хорошим А сериал Marvel Studios Получается Визуально Я не знаю Наверное Локи Вот По качеству Бриза К Мандалорцу Именно по качеству Исполнения Ему памятник поставили Ну Сейвил Он тогда Прям невероятно Очень крутая Сцена была Ну да Он стал таким Обжитым Как Не знаю Европейская такая деревушка Такая милая Там В цветочках Его имя Грогу Если ты так Я хочу показать вам Потребляйте А он силой Себя катает Я еще думал Как он Отталкивается Найс Использование О Скитлз Уважаемо 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 Проблемы Проблемы Вот они Дуэли вернулись Атмосфера Вестерна Никуда не делась Не ну Подзатыльника Можно было бы Сидать А это вот Которая играла Джина Карана же Да Она же была Маршалом Ну теперь Как бы Она уже Не в почете Не с этим дроидом же Они в итоге Поладили там И выбрались Из передряги Потом Он защищал Грогу Заводит Шестнарь Ну что то есть Не ну проводку Обновить Чуть детальки Тоже Подшлифовать Отреставрировать Вообще Хорошо будет Найс Это я буду Фигурками Хотоэс Отбиваться О О Нормально Разводят Нормально Разводят Ну вот Ну вот чему Умиляется Грогу Как там вообще Этот Динджарин Поместился Ну вот новый квест Найти деталь Нет Нет Грогу Не остался С люком Он же Засейвил В В сериале Боба Фет Он засейвил Вообще Всю тибу Там в целом Он засейвил Боя Мандалориан Не просто Учитывая Как С бороться Ты Тебе Надо Знать Как Навигать Галакси Ничему его жизнь не учит Не, но у них корабль такой, что их не догнать, если именно они будут уходить, то там Unreal Как раз в Боба Фете они же там гоняли на нем У них такой старенький маслкар, можно сказать Насколько помню, у него даже топливо какое-то другое, у него там более крутое топливо, что ли Или двигатель у него там просто Камри 35 Да, главная тема Мандалорс, это вообще шедевр Людвиг Йорнсон написал Для Боба Фета тоже офигенно, мне очень нравится Боба Фет О, леший Я не могу У меня нет спорта с тобой, Гориан Шард Я буду спрятать твою жизнь Чудо, никогда не верю на пирата Хе-хе-хе да 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 она была втором сезоне там еще она помогала грогу спасти из лаптам каких-то контрабандистов шикарная серия джон фавор написал ставлю лайк короче серия супер в принципе я примерно этого и ждал я чуть потише сделаю я примерно этого и ждал ну быстро конечно да то есть она прям сколько 35 минут ну даже меньше 30 минут короче найдет вот но офигенная прям классно заряжает и хочется посмотреть дальше ну раз в неделю в целом до будем смотреть учить по средам ничего не произошло ну как в целом вообще мандалорец это это такой сериал где ты смотришь просто как крутой чел такой оля клинт иствуд из вестерна выполняет такой стрелок выполняет разного рода разной сложности всякие задачи поручения и у него есть еще такой мило спутник грогу тут прям не знаю мне наоборот кайфово когда здесь нет прям такого прям сильного сюжета ты смотришь просто на разного рода задания прикольно раз в неделю посмотреть какое-то новое задание вот нам показали и в визуально выглядит шикарно ну sound тут в целом не изменился из нового саундтрека ничего я не услышал то есть это все было раньше вот визуально прям шикарно сериал выполнен вообще не придраться тут нет нет даже малейшего кого-то намека на халтуру все сделано круто я не говорю уже вот этом вот крокодиле огромном аллигаторе не знаю там чуть 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 такое ну короче вот этом монстре то есть он настолько правдоподобно сделан но джон фавро еще был ответственно сколько я помню для для apple тиви которую делали про динозавров по моему там джон фавро тоже был ответственен поэтому возможно чуть не знаю как то как тогда они там сработались тем не менее выглядит супер реалистично вот кстати не знаю тут этот момент сыграет или нет я просто не прям чтоб шарю в звездных войнах но когда вот этого пацана посвящали в мандалорца то он же не до не произнес фразу до конца о том что типа там типа про шлем была фраза и как раз момент когда он ее начал произносить напал этот крокодил и он ее не произнес то есть это возможно ему можно будет снимать то есть он же как бы не поклялся вот типа ну мне кажется что это это не зря было сделано возможно это как что-то сыграет хотя черт знает ну просто такой момент именно на этой фразе а это же как бы главное то что нельзя снимать шлем показывать свое лицо посторонним а в этот момент прям напал ну грогу как всегда шикарен тут не придраться про планета навара теперь выглядит вообще иначе здесь прям красивенько все светится солнечно вот пиратов отделали не знаю кстати вот это как будто этого пирата играет какой-то знакомый актер мне кажется по голосу может быть но отыграно здорово не прям такой мерзкий но неприятный тип дроида в одно из заданий это восстанавливают дроида который был нянькой для грогу и сцена как он погиб это вообще было одна из запоминающихся сцен вообще в мандалорце за два сезона она кстати вначале прям с экшена начали что круто начали с экшена где они на джетпаках летают и там стреляют и еще что-то вот круто прям начало серии такой драйвовая и что мне нравится в мандалорце у них мало того что визуальные эффекты сделаны круто у них еще очень много использованного использована грима то есть на все не буду приключать ну грогу естественно это тоже такой манекен но анимированный то есть мне нравится как как они как бы отдают до неуважения оригинальной трилогии звездных войн когда там тоже йода было такой как бы такой куколка как бы он выглядит как кукла но он еще и не мир ван и он как бы как и графика сделаны как кукла выглядит плюс еще но вот эти тоже они все сделаны в таком стиле вот это глава пиратов где он там был сложно мотать немножко где-то где-то здесь который еще на лешего похож вот то же самое то есть скорее всего там же есть визуальные эффекты но он выполнен как как грим наложенный короче очень много такой и это выглядит прикольно то есть ты понимаешь что это как бы аниматроника всякая но и визуальные эффекты там наверняка как бы они накладываются поверх чтобы выглядело реалистично реалистичнее вот вот жаль что в marvel нет такого такой проработки такой такого не то что внимание к деталям а просто уровня ремесла наверное чтобы сделать вот так без сучка и задоринки ты смотришь и классно вообще не обращаешь внимание на какой-то графон на какой-то на зеленый экран и еще чё-то вот это классно то есть в мандалорс я когда еще первый сезон смотрел как же как же он хорошо выполнен то есть это сериал но он выполнен офигенно просто он смотрится на 5 баллов из пти серия закончилась целом мнение вы слышали серия мне понравилась выпишите свое мнение в комментариях из пасхалок тут наверное только вот эти пергулы пергелы как их там называют которые такие космические киты китообразные существа в общем-то в целом все из таких прям что-то что можно было не заметить остальное дальше будем смотреть по сюжету я думаю дальше как раз будет раскрываться чуть больше подробностей пишите в коментах чё вы думаете поддерживать лайком если вам видосы нравится по звездным войнам например или дизлайком если они вам не нравятся это все всем спасибо всем пока